Дикорастущие растения Дикорастущие растения Пищевые, эфирно-масличные, дубильные, лекарственные, смолоносные, комеденосные, красильные. К пищевым дикорастущим растениям относятся те, части которых можно использовать в пищу. Например, ягоды. Земляника, черника, малина, брусника, клюква. Орехи. Лещина. Грецкий орех. Кедровый орех. Корни. Одуванчика. Стебли. Сахарный тростник. Цветы и бутоны. Жасмин. Настурция. Каперсник. Листья. Щавель. Крапива. Лебеда. Сныть. Дикорастущие растения, которые содержат высокие концентрации летучих веществ, называют эфиромасличными растениями. Они представляют большую ценность для ряда производств. Парфюмерно-косметического, фармацевтического, пищевого и других, благодаря содержащемуся в них эфирному маслу. Наибольшее количество эфирных масел содержится в цветках и плодах. Меньше – в листьях, стеблях и подземных органах. Почти половина всех видов эфиромасличных растений в жарком климате – цитрусовые, гвоздичное дерево, лавровое дерево, коричное дерево, имбирь. В нашей стране собирают в дикорастущем виде в основном травянистые эфиромасличные растения – кориандр, шалфей, базилик, тмин, анис, почули, укроп, аир. Дубильные растения, или таниноносы, содержат в своих органах в значительных количествах дубильные вещества – танины. Особенно дубильными веществами богаты растения тропиков. В нашей стране дубильные вещества встречаются главным образом ухвойных растений – ель, сосна, пихта, лиственница и таких лиственных растений, как дуб, ива, каштан. Для промышленного производства дубильных экстрактов обычно используют кору дуба, кору ели и многих видов ив, листья скумпии и сумаха, корневища бадана и других растений. Получаемые из дубильных растений экстракты используются в кожевиной промышленности, для которой эти растения до сих пор сохранили свое значение. Лекарственными называют растения, части которых используются людьми для лечения и профилактики различных заболеваний, для производства лекарств в фармацевтической промышленности. Многие растения содержат химические вещества, оказывающие лечебные действия на организм человека. К лекарственным растениям, в широком смысле этого слова, можно отнести и растения, содержащие витамины. Для производства разных витаминов ежегодно заготовляется тысячи тонн плодов шиповника, облепихи, рябины, смородины – важнейших витаминоносных растений. Современные исследования растений позволяют синтезировать необходимые вещества и производить лекарственные препараты без использования растительного сырья. Однако лекарственные растения до сих пор играют важнейшую роль в медицине, и сегодня многие заболевания лечат в первую очередь препаратами, полученными из растительного сырья. Смолоносные растения – это растения, содержащие в различных органах смолы и бальзамы. В нашей стране основной источник получения смол – хвойные породы, в первую очередь сосна. Из нее под сочкой добывают живицу, в состав которой входят эфирное масло и смоляные кислоты. Из живицы получают скипидар, используемый в лакокрасочной промышленности и медицине, а также канифоль, которую применяют в мыловарении и целлюлозно-бумажной промышленности. Смолы употребляют также в парфюмерии и химической промышленности. Комеденосные растения содержат комеди – вещества, способные полностью или частично растворяться в воде, давая клейкие растворы. У многих растений натеки комеди образуются на местах повреждений. Самая известная – комедь, вишневый клей. Растения, образующие комеди, свойственны главным образом областям сухого климата, например, трагокант. Набухающие свойства трагокантовой комедии и ее клейкость широко используются в фармацевтической практике и в различных отраслях промышленности. Комедь получают также из древесины лиственницы. Комеди находят применение в текстильной промышленности при окраске тканей, в медицине, профюмерии, кондитерской, лакокрасочной и полиграфической промышленности. Красильные растения содержат красящие вещества. Большинство красящих веществ растворяется в воде и органических растворителях. Красящие вещества содержатся в разных органах и тканях растений – корнях, корневищах, листьях, коре, древесине, цветках и плодах. Как красители используются лишь наиболее стойкие из этих веществ. Красильные растения широко применяются в текстильной промышленности и ковроделии. Производство синтетических красителей сократило область применения природных красителей. Однако в пищевой промышленности они сохраняют свое значение. Итак, дикорастущие растения имеют очень важные значения в жизнедеятельности человека, несмотря на то, что многие из них уже оккультурены, а сырье других заменено продуктами органического синтеза. Субтитры создавал DimaTorzok